В общем, искусственные неровные сети, в частности, могут помочь вам в решении целого аспекта непростых задач для наших заказчиков. Сделаем мы это на примере универсального прайморка «Отпоздавание образов», который отрабатывает. Даня, вы можете продолжать? Да. Хорошо. Чего особенности этого прайма? Чего особенности этого прайма? Кажется, что он может работать с достаточно небольшими декасетами, небольшого размера. И, конечно, чем больше декасет, тем выше будет точность. Но когда вам до сдачи, например, обнаружение аномалий, нужно понять, есть ли вообще зависимость до последнего нас или нет, то для этого добавить огромную выборку, ну, это не очень эффективно, проще проверить, что в выборке, и то, что в тех метрах, которые использовали, и такая зависимость, есть. Короче, добростью является то, что нам не нужно для этого эксперта в какой-то области. Что такое же процесс? Процесс – это количественное представление чего, либо что могут быть уже какие-либо образы. Причем, как образом, я подразумеваю не только какие-то картинки, изображения, формы, это может быть звуковой образ или образ какой-то в зависимости их данных. То есть все, что угодно, что мы можем измерить, посчитать с цифрами. А в современном мире это практически все, то есть там от фотографий до звуков, все это можно оцифровать и представить в виде последовательности байки. Следующим плюсом к таким данным выборка является то, что он автоматически строит не только, это является веса нейронной сети искусственной, он еще и определяет ее в топологию. То есть какая будет ее структура, сколько скрытых слоев, но об этом мы подробнее поговорим немножко дальше. На следующем слайде, вот, подаем оструктуре нашего сегодня нашей беседы. Первое, мы поговорим о том, что стихи структуре технологии, какие есть области применения, где это может быть применение, где это может быть применение, где это может быть эффективно. И какие усовершенствования преподают именно данный фреймлор. Первые эксперименты по проверке. И дальше, мы поговорим о практическом применении. Будет два примера практического применения. Один при обнаружении дефектов на ткани по фотографиям. Второй пример, ну, он еще находится в процессе разработки, но уже есть обязательные результаты. Это квалистификация цифр на известном достаточно датасете. Из 40 тысяч примеров цифр, написанных подписью. Двигаемся дальше. Такие у нас есть основные, основные области применения. Первое, это распознание различных объектов. Второе, это распознание разных зависимостей, которые, может быть, и нельзя представить визуально, или можно представить визуально, но это будет несколько искусственно. Ну, для примера, можно назвать, как у нас ИВЭнерго делали на Иросеть, но тренировали для того, чтобы распознать приближение к кикароногрузки. Ну, опять же, это, в какой-то мере, больше не распознание паттеров, это больше о прогнозировании, то есть появлении каких-то паттеров, в которых у нас вероятно появление о том, что те, которые нужно каким-то сказать. Таким образом мы можем распознание образов использовать для того, чтобы предсказать где-то будущее события, возможностей их появления. Окей, двигаемся дальше. Какие у нас существующие методы, методы обычного обучения нейросети, ну и не только, у нас есть еще и фича, то есть распознание по определенному набору, особенностей, этот метод не используют нейронные сети, вот, поэтому он тоже был выбран для сравнения, для того, чтобы мы могли сравнить нейросети с нейросетями, ну и еще с другими методами. Метод гравиментного искусства, достаточно один из первых методов обучения искусственных нейронных сетей, вот, был придуман в середине полтора века еще, его недостатком от повышения является, его можно сравнить действительно со спуском на санках с горечки, и для нас, вот, минимум, вот этот, который, это искомое наше решение, определяется к нашей фитнес-функцией, которая верит результат работы нейронной сети, и, ну, минимальное значение этих фитнес-функций является нашим искомым результатом. Но, очевидно, недостаток такой, что если у нас этих минимумов будет много, когда слог на задачи, то так, то мы найдем какой-то локальный стра, локальный миниум, который не будет являться афтомальным решением задач, а будет каким-то компромиссным решением, не всегда лучше, особенно, когда большое количество таких локальных экстремов. Стахистический градиентный спуск, подробнее, ну, там, примеры его использования и результаты рассмотрим дальше, да, то есть материалов из исследования совместного мы в соцсетях губы, это вопрос, там, распознание лиц, CIFAR-10, достаточно близкий тест к распознаванию цифр, потому что там тоже 10 категорий, ну, в принципе, они более простые, меньше, чем не похожи. То есть стахистический градиентный спуск мы берем в много там попыток, усовершенствуем также возможность схождения за счет нескольких импровментов, о которых мы подробнее подробнее на следующей слайде, где рассматривается подход от нашей Data Science Group к усиленному облучению мировой сети с использованием современных и очень эффективных методик. Ну, как мы увидим дальше на слайдах, то результат нам это требует огромных вычислительных мощностей для того, чтобы вот куча, много-много пропустить таких вот самых юношных точек, для того, чтобы, ну, в надежде на то, что одни из них рано или поздно найдут вот этот вот самый-самый минимальный минус. Особенность стиха до недавнего времени это был, ну, это был один из первых действенных методов по распознаванию лиц на фотографии, которую вы можете увидеть, но его недостатком является то, что он очень завязан на специфику того, чего мы распознаем, как видно здесь на фотографиях, снизу-слево. Мы там распознаем перепады яркости от глаз к лбу, от носа глаза, от губ к щекам, ну, и так далее. На основе этих особенностей делаем предположение, является ли наше изображение, которое мы анализируем, лицом или не является. Ну, естественно, это очень специфично, и для каждого изображения будет свой набор, из полного набора будет свой набор таких особенностей, поэтому каждый раз будет требоваться экспертное мнение под этих особенностей, и еще одним из недостатком является не особо высокая точность, вот видите на фотографии, там лица, где-то там справа в центру было ложное распознавание, то есть лица нет, но применение мы видим ложное распознавание. Переходим к следующему слайду. усиленную методу, усиленную энергию, которая пользуется наша Data Science Group, которая зарекомендовала себя очень эффективно, в частности, распознавание и категоризация различных изображений, в частности, цифр, какие его основные особенности. Особенность это использование сверточных так называемых сетей, то есть чем отличается сверточная сеть от обычной. Обычно у нас все нейроны следующего слоя связаны синапсом с каждым из нейронов предыдущего слоя. В сверточных сетях они у нас связывают только с соседними. Таким образом, мы получаем образование изображения, но вот еще и так. Это может быть один и тот же нейрон будет выполнять свертку по всем частям изображения. Потом с выхода этого нейронного выхода из сверточной сети мы получаем информацию на вход в полно связанной сети и за счет этого мы уменьшаем количество впечатлений, которое нужно для того, чтобы нам настроить места нашей нейронной сети для получения правильного объекта. Так у нас используется такой подход как ЭПРОП. то есть мы используем только знак градиента и адаптируем каждый шаг изменения весов каждого из синапсов нейрона адаптивно на каждом шаге. И при этом используем полную выборку нашего датасета. То есть сразу же тренируется весь датасет. В таком случае у нас ЭПРОП работает эффективно, потому что в любом случае мы все равно будем частично только обучать сначала на один пример, потом на второй. Тут у нас подается вся выборка сразу. Там ключевая особенность предполагаемого подхода заключается в использовании генетического алгоритма такой подход к оптимизации процесса обучения нейронной сети. Что такое генетический алгоритм? По сути дела мы представляем нашу нейронную сеть искусственную в рассеверализованном бит в виде последовательности бит. Какая-то часть их бит отвечает за структуру, следующая отвечает за наполнение, то есть за веса. Используем входы генетического алгоритма для того, что вы при отборе лучших их использовали операции мутации, операции объединения, и помимо этого еще дополнительно обратное состояние ошибки для того, что если у нас получилось наше решение например в склоне и не совсем в нижней точке там, где находится наш экстремум, чтобы мы достигли этого экстремума. также был умом разработан и вылетать мы например о что будет более понятно и наглядно мы используем не одну нейронную сеть а несколько для того, чтобы повысить точность распознавания. Каким образом мы это делаем и результаты мы на практических примерах посмотрим далее. Следующее это у нас в чем происходило с такой proof-of-concept первая попытка обучения нейронной сети на распознавание образов. Она происходила на сети от OpenCV, который использует каскады для распознавания лиц. Было использовано 80 всего фотографий 24 на 24 черно-белые 40 фотографий с лицом 40 без лица. Вот технология у нас у нас сервер самый обычный компьютер мой домашний и что у нас получилось как первого теста даже даже 209 нейросетей нас упрость ему распознавать лица. для сравнения по тем материалам, которые опубликованы на Microsoft Google, какая у них была процедура, использовали 10 миллионов изображений, тысяча справа мы можем видеть примеры изображений в котором происходила тренировка дальше у нас мы видим что у нас получилось распознание даже с довольно низким качеством фотографии видно подбородок не поместился видно там например шумовое изображение мяч достаточно сложное потому что у него там перепады есть между разными его полосками отрашивания на разных сторонах что например те же Фичи Хара вполне бы могли принять за те особенности которые присущи человеческому лицу в то есть в самом позитивном случае у нас достаточно неплохой уверенностью получился результат но это в рамках нашего тренировочного датасета поэтому переходим дальше более 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 уверенные результаты то есть все не было неуверенных как в предыдущем варианте было неуверенных и несколько раз позднее здесь здесь у нас все 9 сетей с высокой уверенностью сказали что в случае слева когда мы видим лицо присутствует право это возможно сложно распознать но это фотография розыск разрешение что это явно не естественно проверка самая правильная это проверка сетей на тех образах которые не присутствовали у нас есть и название трейд датасет есть название тест но тут было выполнено пара проверок потому что появились более интересные практические задачи на которых это можно более практические ценности имеют результат и тут мы видим что у нас неплохая точность порядка 60-70 процентов плюс хороший бонус в случае если мы не распознали точное лицо или не лицо у нас есть зона неуверенности когда мы можем по поведению нашей группы нейронных сетей по нашему пластеру нейронных сетей мы можем определить что на самом деле пластер просто не уверен либо плохое изображение либо обучение того что было обучено слишком маленькой выборке слишком маленьким тренировочным дата сетей то есть предварительные результаты по результатам испытаний предварительных нашего прошлого концерта получилось что мы достаточно эффективные с очень небольшой обучающей выборке у нас получилось полезное для определения того насколько хорошее у нас распознание самообнаружение ошибок и высокий уровень автоматизации ну и мы не завязаны на весь обучающий дата сет мы можем обучать по одному по нескольким адресам на раз то есть можно проверить на большое количество но опять-таки даже при ноге мы получили ощутимые результаты сравнительная табличка дальше мы более детально поговорим о практических результатах то есть на основании которых были сделаны подобные логи сравнение фреймворка универсального фреймворка по распознанию образов и происходит learning реализация нашей data science групп стоксистический грандиентный спуск и х обучение практически у всех происходит быстро если обучающая выборка фреймворка у нас поместится в память исключая стоксистический грандиентный спуск это может быть точно долго неделя если у нас большая выборка и недостаточное количество нот а feature тоже достаточно достаточно ну тоже нужно подбирать постады признаки вот эти и их коэффициенты как они расположены насколько часто они встречаться и в зависимости от этого уже строится какой-то прогноз что есть объект элемент точность хорошая у всех первых методов то есть до определенного набора датасетов до распознавания порядка 95% и выше вот это дальше мы посмотрим в результатах по упору до по проценту вот можно масштабировать. Очень хорошие возможности масштабирования. Я это упоминал за счет того, что у нас не весь датасет выделяется, а по одному образцу. Ограниченное в DRL из-за того, что они все это делаю целиком по объему памяти в зависимости от датасета. Для небольших датасетов, для распознания цифр, этого достаточно. По поводу других наоскустов, там тоже большое количество учреждений, но их фичи тоже у нас рассчитываются вместе, поэтому не всегда можно хорошо распараллелить. Насчет областей применения. Универсальный framework подходит для всего, что можно представить в виде датасета, в виде какого-то набора цифр входной информации и выходных значений каталоны для обучающих выборки. DRL подходит, применяют его в основном для изображения, потому что он основан на специфике, поэтому для нее больше всего подходит. Ну, во всяком случае, я не слышал ни об одном удачном применении DRL для любого другой области. Хотя, возможно, он ограничен где-то, в общем-то, тоже поднимается. По поводу критического объединенного распуска, ну, вот, тоже есть ограничения, связанные с тем, что мы должны определять топологию сети сами. Если при использовании генетического алгоритма, когда у нас топология кодируется в нашем стерилизованном представлении, так называемом, то там, по поводу, каждый раз определять и подбирать оптимально. Тоже дополнительное время. А по поводу применения DRL, ну, вот, если мы взяли определенный набор фичей, то он вам подходит только для одного объекта, который мы распознаем. Для DRL это может быть другой набор фичей, другой набор особенностей, по которым мы его будем обнаруживать. Поэтому, с областями применения, по каскаду ХАРа хуже всех. Самообнаружение ошибок. Ну, вот, не встречал в одном из перечисленных подходов возможности того, каким-то образом получить знак о том, что у нас это не да и нет, а мы просто не уверены. И мы обнаруживаем, что сами же мы, ну, сама модель обнаруживает, что она ошибается. И таким образом мы можем или добавить тот пример, который мы увидели в обучающую оборудованию, и то обучить. Ну, это как способ для того, чтобы от обучения с учителем перейти в самообучающийся режим, когда мы используем комбинацию разных подходов, для того, чтобы проверить, что является, например, это лицо или не лицо. Если мы дополнительными еще методами можем это определить, например, более ресурсоемки, например, больше времени, но все-таки это сделать, то это путь к тому, чтобы от обучения с учителем перейти к самообучению. Ну, по поводу размера выборки, это уже мы обсуждали. Действительно, очень хорошо себя показывает с небольшими размерами, с небольшим объемом обросов, с небольшим объемом обучающей выборки. Более подробно мы это рассмотрим на следующей стадии. Ну, естественно, недостаток того, что этот фреймворк все еще находится в процессе разработки. Особенно на последнем примере будет видно, что результаты являются очень предварительными, и там еще есть очень много идей для дальнейшего улучшения, повышения точности, повышения быстродействия. Переходим к первому нашему практическому примеру, это распознание… Степан, есть вопрос, можно тебя остановить? Да, конечно. Куда говорят? Да. Собственно, вопрос таки на рахунок эргодетекшена. Цикаво, как он там реализованный? Чи дивились? Тобто, они держат несколько вариантов самои мережи, дивятся тогда, когда они 50, 50% разходятся. Тобто, 50% думают, что так, и друг, 50% думают, что нет. Они детекти, как эрор. Чи там есть еще эргорит реализованный? Алгоритмы там следующие. У нас, если сеть работает нормально, у нас большинство голосов проголосуют правильно, например, есть или нет определенного объекта. Остальные, скажут, я не уверен. Если у нас появляются в нашем пластере те нейросети, которые дают несправильный результат, то это уже признак того, что нас сеть нуждается в дополнительном обучении, или мы имеем какое-то или среднее изображение, или высокого качества. Чем больше таких ошибающихся, а самые плохие случаи, это когда они все не определенные. То есть примерно порогу тех, которые за, и тех, которые оттуда. Вот такой уже однозначно признак того, что или у нас что-то не то на изображении, а это совершенно другая несвязанная картинка. И, скорее всего, нам необходимо провести дополнительное обучение этой сети. Мы специировали то, что мы учили на изображении, с помощью каких-то других дополнительных методов. Какие дополнительные методы есть? Это мы сейчас практических примеров еще обсудим. То есть очень важно понимать, что у нас нейросети не единственный подход. Микросети могут быть с разной технологией, на разном использованы. И такая комбинация их подходов, она в моем практическом опыте дает наилучший результат. Я ответил на ваш вопрос? Или может быть? Да. Хорошо. Предлагаю двигаться дальше. Вот у нас наш случай с обнаружением дефектов на ткани. Сверху мы можем увидеть, слева сверху нормальная ткань обычная, машине, которое ее подручивает перед камерой. Справа мы видим сверху три образца различных дефектов. Какой подход? Какой подход был здесь применен? Здесь был применен подход сканирующего окна. То есть, ну, это немного похоже на open field, они тоже используют сканирующее окно для того, чтобы обнаружить лицо. То есть, разбивает изображение на определенные части, эти части поддаются, и потом их стелят с различным скейлом для того, чтобы определить есть там лицо или нет. Ну, в данном случае мы используем немножко более проще подход. И вот у нас с двумя степенями, там, несколькими разрешениями, ну, тоже, в общем-то, использовался скейл. И в большей особенностью у нас является то, что мы использовали пересекающиеся между собой окна. И в каждый раз у нас окно движется слева направо, потом вниз, потом вправо налево. И так же у нас есть изображение. Но при этом каждый шаг мы примечаемся на одну четвертую игру. Для чего это нужно? Мы можем все увидеть на следующем слайде. То есть, если мы получаем пересекающиеся окна, то мы получаем возможность увеличить функцию точность. За счет чего? Тут нам ответ дает формула Данули. Потому что в случае, если мы используем один и тот же дефект и просто с равных его ракурсов на него смотрим, то в каждый раз у нас вероятность его обнаружения является такой же, как и в общем случае. Но обнаруженный или нет в каждом случае, то есть в одном случае, когда мы в изначальной позиции, мы можем его, например, не обнаружить по причине того, что не попало то количество, которое обнаруживается. А уже в следующем отсеке, за счет того, что мы в той же нашей другой позиции, он будет обнаружен. И можно даже посчитать, какая будет вероятность при четырех пересекающихся окна того, что мы не обнаружим наш дефект. Получается, что если у нас, допустим, была изначальная вероятность обнаружения в 60%, то есть в 40% того, что мы не обнаружим, то при использовании четырех пересекающихся окон вероятность того, что мы его не обнаружим, вероятность не обнаружения по формуле до 0 у нас всего лишь два с половиной процента. Дальше. 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 Все. Что у нас, ну, что у нас творится на практике? Вот. Дальше. Вот. Дальше. До свидания. Я не поговорю о том, что мы поднимем изображение с дефектами. Ну, тут видно три таких основных класса дефекта, которые мы этим обнаружим. Первое – это нитка, второе – это пятно, третье – это введение на самой ткани, то есть дефект цветов. То есть для сбалансированного баланса между точностью и скоростью в этом случае я применил подход такой, что я использовал не один, а два пастера. Один пастер у нас очень быстро работает, там сети с более примитивной топологией, там всего один внутренний, один скрытый слой, или два, ну, то есть они обрабатывают достаточно быстро, потому что меньше у нас связи между нейронами и, соответственно, между ними меньше требуется вычислений, и как для тренировки, так и для непосредственной работы. И второй пастер был натренирован с большим количеством нейросетей, и он давал большую точность, но в нем он состоял из сетей с большим размером, с большим количеством нейронов и связей между ними, поэтому он отработал медленнее. И получается, что второй пастер, который более медленный, но более точный, я применял как раз по промежутке, когда первый у нас не уверен. И таким образом получался компонент. Большинство все-таки было распорвано так или иначе первым, но если уже первый не справлялся, то ему на помощь переходил второй. Это как раз подход, когда мы используем несколько даже одинаковых подходов, но с разными, по-разному тренированными. И вот снизу мы видим результаты такого работы двух пастеров. Мы видим, первые две опознались хорошо, а третья, видим, один дефект все-таки был нераспознан. То есть есть несколько подозрительных желтым выделены, там, где когда у нас не достигает порог пересекающихся областей обнаружения. То есть тут у нас всего три пересекающихся, а у нас наш порог это четыре отна. Есть подозрения, но нет обнаружения, так как не достигнут порог. С другой стороны мы видим тут и сложное обнаружение. Даже два пересекающихся. На некоторых даже и... И вот мы посмотрим дальше. Т.е. после тестирования такого подхода... Вот мы видим тут больше примеров. Видим там, где у нас по несколько окон, даже вот как здесь, с сложным обнаружением. И после тестирования этого подхода, примерно, было подсчитано на практике, какая у нас получается точность. И точность положенного позитивного у нас достаточно низкая получилась, т.е. меньше 0,5%. И вероятность обнаружения самого дефекта у нас порядка 85% при увеличенной скорости обнаружения по 200-250 пункт для каждого сминирующего окна. Ну, естественно, это все можно распроверить между нодами, поэтому можно это делать фактически прямо так, но, по сути, получилось той же скоростью, с которой эти станки работают даже быстрее, чем обновлены. А теперь давайте рассмотрим сравнение с другими методами. В качестве подхода для обнаружения разных эффектов был вывод фильтр Гаусса. Фильтр Гаусса во многих статьях и специалистами нашей Data Science Group признан как хороший метод для обнаружения каких-то аномалий на изображении. Потому что он их хорошо фильтрует и по разнице мы можем сделать вывод об их наличии или отсутствии. Вот, собственно, по такой формуле он считается. Нормальное распределение, отлично. В котором вот здесь был невероятный результат, и дальше в сторону, короче, невероятное. Что у нас получилось с фильтром Гауссом? Вот, с фильтром Гауссом здесь выделено обнаружение фильтра Гаусса синим цветом. Видно, что в некоторых ситуациях, когда фон монотонный, фильтр Гаусса срабатывает очень много хорошо. Но мы живем в идеальном мире. Там не вся идеально монотонная. Это бывают пылы, освещение. То есть если мы там не собираемся использовать какой-то дорогой вход в камеру, позиция точно всего рассчитана, если что-то вдруг пойдет не так, то все не работает. Это более надежное и более дешевое с точки зрения оборудование. То мы вот получаем такие вот сложные обнаружения, как мы видим снизу на фотографиях. Но, первое мнение, после проверки и испытывания этих методов, я подумал, почему-то не совместить эти два подхода. То есть сначала мы проверяем комплектацию, если там все тихо, спокойно и нет никаких аномалий вообще, то в том случае вам не за чем применять миросетик, потому что дело было в отсутствии дефекта. А вот в том случае, когда мы видим какие-то неровности, какие-то аномалии на изображениях, появляя атмосферный банус, тогда уже есть смысл применить миросетик для того, чтобы определить с этим действительно дефектами или это какая-то особенность изображения. И в последствии также можно и классифицировать данные дефекты. И вот что получилось в результате. Пакт очень наглядно показывает. То есть тут я выбрал самые тяжелые из предыдущих, по которым были проблемы. Все фактически было распознано. В участках, где нет дефектов, вообще нет даже единичного окна с ложным обнаружением. Ну и тем более чего-либо, хотя бы близко приближившегося к нашему порогу в четыре пересекающихся окна. Вот видим максимум два в самом лучшем случае. Ну, конечно, в всех таких подходах есть определенные ограничения, связанные не с тем, что позиция камеры у нас влияет и с этим нужно быть осторожным, как в данном случае, когда мы слишком приближаем, слишком приближенные изображения. Сама структура ткани мелко-цермистой уже становится настолько крупной, что она похожа на те дефекты, которые мы обнаружим при другом разрешении. Но это тоже можно поделить путем того, что мы проверяем количество. Ну, естественно, когда количество приближ превышает то, которое реально статистически возможно, то, скорее всего, мы можем верить, что это возможно не дефекты или не только дефекты, но у нас точно есть с высокой вероятностью проблемы с разрешением. Следующий пример достаточно интересен в том плане, что он связан с классификацией. Это не классификация. Задача, так сказать, более сложная для машинного обучения, особенно в случае, если у нас некоторые объекты, некоторые классы объектов очень похожи друг на друга. Например, восьмеркость с тройкой. Поэтому это достаточно сложная задача для подходов машинного обучения. И, обычно, для нее получается точность ниже, чем обнаружение одиночного объекта. Ну, например, точность, буквально вчера подход обнаружения восьмерки. Раньше была самая точная, там, в районе 85%. Вчера за счет того, что возможность неопределенность получилась 99% даже для одной нейросети. Но, в самом порядке, то сначала я сделал сравнение между подходами. Подход с использованием состояния неопределенности и нет. Все-таки мне интересно было убедиться, насколько большой эффект и большой value от этого состояния неуверенности. Так как изначально я проводил тренировку с кластерами, которые просто голосуют. То есть методом простого голосования. У нас есть нейронная сеть. На фотке подается изображение. На выходе, если там единичка ближе к единичке, больше чем 0,5, то это считается, что сеть распознала. Все меньше. Считается, что не распознала. И результат определяется путем распознания. Вот, оказалось, при таком подходе у нас с самого начала, когда только начальный кластер я сформировал. Где-то по 27 нейросетей приблизительно. Ну, от 11 до 27 нейронов. Ну, начинал я с 11, то по 0. Единички получились с высокой точностью и с небольшим количеством нейронов. Ну, это очевидно из-за того, что у нас и болит, и единичка даже визуально его сильно отличаются от остальных цифр. Поэтому его распознать легче. А хуже всего точность получилась с восьмяркой, девяткой и тройкой. Они между собой. Есть у них похожие линии, похожие очертания. При плохом написании языке он будет очень похожими. Но, тем не менее, даже при таком подходе у нас оказалось, возможно, только одно облучение в бастерах измерки. Который изначально давал порядка 80% точность обнаружения. Сейчас он по состоянию на пятницу давал точность 95% обморожения. И такое повышение точности одного бастера повысило общую точность 75% до 79%. То есть есть возможность улучшать это направление, используя кластеры. Были альтернативные подходы. Первый – это использовать состояние неопределенности. Уже говорил Пальмарча Акбуро. Получилось, что одна из нейросетей кластеров восьмерки. При своей неопределенности, где-то там меньше четверти, она неопределенность. То есть, если у нас было 100% от тех образцов, для которых есть уверенность, то там точность распознавания 99%. Поэтому, наверное, двигаться в этом направлении, похоже, именно так получится более высокая точность. Ну, еще один альтернативный подход – это использовать нейросеть не с одним выходом, а с техническим выходом, сколько у нас есть категории из наших изображений. То есть 0, 1, 2, 0, 9, 10 выходов. И каждому из них сопоставить какое-то изображение. Тогда у нас получается не 10 кластеров, а один. Но пока что, насколько я вижу, точность у него не особенно большая. Но все эти данные пока что вносит только предварительный характер. Их всех нужно довести до более-менее окончательных результатов. То есть до того состояния, когда мы уже не можем существенно повышать точность вида и светового управления. И тогда можно будет говорить о выборе. Но на данный момент вы знаете так, что по кластеру каждую цифру и плюс использование неуверенности, то есть состояние неопределенности. Если только да и нет, но еще может быть ответ не уверен. Как это мы рассматривали на самом первом примере. Похоже, это более перспективное управление в плане точности. Но даже эти предварительные результаты мы можем сравнить с тем, что у нас есть, с другими подходами. Конечно, сейчас это сравнение не очень показательно. Потому что у нас еще не исчерпаны все возможности для улучшения. А вот у нас есть картинка о применении такого подхода, как пластеризация. В частности, используется подход-конец для пластеризации изображений. И на основе этого подхода к пластеризации, классификации изображений 10 разных категорий. Но, на мой взгляд, эти категории намного меньше похожи, чем цифры между собой. Поэтому тут задача несколько проще. Вот мы видим максимальная точность, которая была при максимальном количестве печей скинута. Она меньше 79%. То есть у нас точность даже на данном этапе уже выше. Дальше мы посмотрим, что у нас, какие у нас результаты по данным производства и Google. сравнение с не особо обучением с учителем, с использованием memory-based, memory-based. Мы ищем в нашем ботосейте, который должен быть наиболее похожий пример. И после результата мы получим, мы представляем результат наших вычислений. В частности, возможно, слышали, что с помощью такого подхода удалось в одной системе, где это полетит до стюринга. У нас есть несколько человек, которые друга не видят, и которые общаются по чату. Один из этих людей – это человек, а машина. И этот тест заключается в том, чтобы определить, кто из участников чата – это не человек, а машина. Ну, хотя, наверное, не очень специфические вопросы не очень раздавались. Потому что если бы задать вопрос в таком случае, который требует какого-то вопроса понимания, рассказать что-нибудь, потом задать вопрос относительно рассказанного передателем, то никакой подход, основанный на данный базис, с этим справиться не должен, если у него не будет дата-сети что-то такого специфичного. То есть, если когда-то будет принимать участие в тестировании к тюрингу, то старайтесь задавать именно такие вопросы на понимание. Лена – это модификация персекрома, которая используется с немножко другой архитектурой. Наивная базис – это вероятностный подход, который основан на расчете вероятности на основании примеров и определение там какой пакт вероятности подносит у нас каждый раз из этих особенностей. И потом, для ситуации, которой уже нет в обучающей выборке, строится, ну, высчитывается ответ. Я посчитал примерно, ну, слово у нас на байках, поэтому, я посчитал, где у нас примерно находится размер по выборке наш подход, он должен давать на распознавание больше от 90 до 95, ну, на распознание у нас уже больше получилось, на квасификацию окажется около 80, но в целом, в целом, для начала это особенно в распознании, это ущественный результат. Так, переходим к последнему слайду. Здесь я хочу подвести итог. У нас действительно получилась высокая точность обнаружения, узнавания, образов с небольшой выборкой и с хорошей скоростью. Ну, пока что у нас средняя точность классификации, но это в процессе разработки, и, в принципе, не исчерпанные далеко и половины, ну, можно сказать, по улучшению. И очень-очень себя хорошо показало на подходе для обнаружения различных дефектов, поэтому это может быть использовано и для ваших заказчиков, и для ваших проектов, специалистов и для ваших проектов, и для ваших проектов. Вы видите, что у нас есть возможности... Ну, если это не этот подход, то есть у нас дата-сайд-групп, которые тоже такими вещами занимаются. Диаре, опознание, они фастеры используют для подобного рода задач. Есть возможность решения подобного задачи, и данный подход, который я рассказываю, это по деятельности. И, что в этом хорошо, он уже готов для того, чтобы использовать для распознавания чего угодно, что вы сможете поставить в виде фотосета. На базе простой технологии, то есть можно его интервьюировать, заменить ваше приложение, есть уже готовый ресторан для него, для того, чтобы можно было использовать уже обученную модель в других приложениях. И, в сути, достаточно фотосета, задачи для того, чтобы что-то специфики тренировать, попробовать и получить такой быстрый станции и быстрый победу для широкого эффекта очень непростых задач, особенно для распознавания образов. Может быть, есть вопросы о презентации? Нет? Ребята, есть какие-то вопросы? Если есть, просто... Я понимаю, что это достаточно сложная тематика, она достаточно новая, не всегда с ними сталкивалась. Я, например, несколько человек общался. Вот если такой класс задач сказать, то, например, распознать лицо, то большинство теряются и не могут назвать какого-то метода или подхода, или подхода на чех, чтобы решать. Поэтому, я считаю, что это будет полезно для каждого из присутствующих, в случае, если они такого рода подачи столкнутся. Я думаю, что вопросы могут появиться позже, несколько, когда они у нас мыслить, когда, где рассказано, можно читать презентацию, и когда будут следующие задачи. Поэтому, с тем самосвязи, я всегда буду сидеть там или на офисе, или по мобильному, или по... Если у вас подобные задачи и вопросы появятся, всегда забывайте, звоните, пишите. Спасибо. 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 Что-то цикаво, а вы юзав что-то с машин лернинга на реальных проектах? Были такие? Раз, два, два, и я третий, на правую. Ребята, я хочу напомнить, что весь космос был разработан при помощи .NET Если вы вдруг захотите пойти в NetScience группу, есть у нас такая штука, либо в архитектора и вам придется этим заниматься. Да, мы уже и... Ну так. Спасибо тебе большое спасибо. В случае будет full up после нашего кустейтера, и будут ссылочки на все презентации и контакты на сайте. Так что, если будут вопросы, они будут решать тебе не поддействовать напрямую за чат. Хорошо. Спасибо. Хороших руководителей. Спасибо. Спасибо.